Когда Стиву Джобсу был 21 год, он основал компанию, перевернувшую представление людей потребительской электроники. Apple стала одной из самых влиятельных компаний в мире благодаря инновационным технологиям и дизайну. Джордан Белфорд или Уолкс Уолл-стрит создал крупнейший внебиржевой брокерский дом, на котором и заработал состояние. Рэй Крох не был основателем Макдональдс, но благодаря стратегическому видению и предпринимательской хватке он превратил Макдональдс из небольшого ресторана в огромную корпорацию. Что общего у этих людей, помимо того, что их можно назвать успешными бизнесменами? Стив Джобс был авторитарным руководителем. Он мог грубо обойтись сотрудником или уволить без объяснения причин. Джордан Белфорд, по сути, обманывал доверчивых людей через манипуляции и ложные обещания, чтобы построить свой бизнес. А Рэй Крох, увидев в одном ресторане Макдональдс безграничный потенциал, захотел воспользоваться им и со временем присвоил бизнес и бренд себе. Если бы мир был идеальным и справедливым, то положительные качества, такие как честность, дружелюбие и отзывчивость, помогали бы добиваться успеха. Однако мы видим много успешных и влиятельных людей, которые проявляют негативные или темные черты. Склонность к манипулированию, эгоизм и жестокость. Посмотрите вокруг и, скорее всего, вы найдете еще примеры людей, которые добились больших высот и заняли лидирующие позиции в своей области, несмотря на яркое проявление негативных качеств. Это не обязательно известные личности. Такие люди есть и среди нас. И возникает вопрос, кто более вероятно достигнет успеха? Хороший парень или злодей? В этом видео давайте разберемся, существует ли связь между проявлением отрицательных черт личности и достижением успеха. Какие черты и качества личности способствуют более успешной карьере и как они влияют на межличностные отношения? Давайте начинать. Стива Джобса, Джордана Белфорта и Рея Крок объединяет то, что они носители определенных личностных черт. Если быть точнее, темных черт. Темные черты личности — это качество, которое приносит человеку какую-либо выгоду. Например, финансовую или карьерную. А окружающим могут наносить ущерб. Такие черты многими рассматриваются как отрицательные и могут негативно влиять на межличностные отношения. Темных черт личности не так уж и мало. Наверняка каждый из вас назовет разный набор качеств, которые кажутся негативными. Однако, среди наиболее разрушительных темных черт личности, тех, которые оказывают наибольший негативный эффект на отношения, можно выделить три основных. Первое — это нарциссизм. Нарциссизм отличается стремлением вызывать восхищение окружающих. Самое важное для нарцисса — добиться внимания и признания любой ценой. Также нарцисса характеризует непоколебимую убежденность в своей значимости и правоте. Вследствие этого человек с нарциссическими чертами ожидает привилегий и особого отношения к себе. Нередко нарцисс возвышается за чужой счет через обесценивание или унижение. Эта тема вообще очень глубока и многогранна. Она, на мой взгляд, заслуживает вообще отдельного выпуска. Если вам это интересно, то дайте об этом знать в комментариях. Второе темное качество личности — мекивилизм. Этот термин используется в политике по отношению к тем, кто добивается целей, пренебрегая нормами морали и правилами. Однако он имеет и более широкое значение, и относится к людям, склонным манипулировать другими. Человек с выраженным мекивилизмом имеет высокий уровень стратегического мышления и умения планировать на долгосрочную перспективу, а также способность к манипуляциям и использованию других людей для достижения целей. Такой человек прибегает к обману и лыжи, если это поможет усилить его позицию. И, наконец, третье темное качество личности — психопатия. Она отличается импульсивностью, повышенным уровнем агрессии, низкой эмпатии и неспособностью человека испытывать чувство стада или вины за свои действия. Психопатия может принимать формы антисоциального и опасного поведения. Люди с психопатией не проявляют сочувствия к другим, не ощущая при этом внутреннего дискомфорта. Как и макиявилисты, они могут использовать манипуляции и обман для достижения целей, не заботясь о последствиях для других людей. Я неспроста говорю именно об этих трех темных чертах личности, так как они часто идут бок о бок и объединяются в понятие под названием «темная триада». Концепт «темной триада» был разработан канадским психологами Паулюсом и Уильямсом. По их мнению, три черты личности «темная триада» представляют собой разные конструкции. Однако вместе эти качества, можно сказать, усиливают друг друга. Каждый элемент «темной триада» вносит свой вклад в такие особенности личности, как эгоцентризм, неспособность к эмпатии, манипулятивность и эмоциональная холодность. Триаду назвали «темной» из-за того, что ее носители часто проявляют враждебное и недоброжелательное поведение по отношению к другим. Носители «темной триады» в своем поведении, как правило, проявляют социальную смелость, редко беспокоятся о чужом мнении и не нуждаются в эмоциональной поддержке. Они подвержены сиюминутным импульсам и непредсказуемости. И здесь стоит обратить внимание на одну крайне важную деталь. В рамках «темной триады» черты нарциссизма и психопатии носят субклинический характер. Это значит, что у человека могут проявляться некоторые черты нарциссизма или психопатии, но эти черты не настолько ярко выражены, чтобы диагностировать их как полноценное расстройство личности. В редких случаях, когда уровень нарциссизма или психопатии становится экстремально высоким, у человека может быть диагностированное расстройство личности, нарциссическое или антисоциальное. Но у макивилизма нет крайней степени проявления, которая могла бы перерасти в расстройство. По мнению психологов, у каждого человека присутствуют черты, характерные для «темной триады», хоть и в разной степени. Например, в каждом есть хотя бы небольшая часть здорового нарциссизма, желание получить признание и одобрение. Однако у некоторых людей «темные черты» проявляются более выраженно, что и определяет тип личности «темной триады». Как в человеке зарождаются качества «темной триады»? Это вопрос сложный и комплексный. Но если обобщить, можно сказать, что нарциссизм и психопатия имеют связь с генетикой, в то время как макивилизм появляется в человеке вследствие его окружения и взаимодействия с социумом. «Темная триада» — это комплекс симптомов и проявлений личности. Чтобы говорить о наличии «темной триады» у человека, он должен обладать не каким-то одним, отдельным свойством, а всеми тремя составляющими вместе. Какой-то элемент «темной триады» может выделяться ярче остальных, но два других элемента также являются частью этой личности. Тот же Рэй Крок был нарциссом, который стремился к успеху, но из-за разных обстоятельств долго не мог добиться его. Но когда на горизонте появилась возможность, Крок вцепился в нее зубами и сделал все, чтобы наконец-то стать успешным и признанным предпринимателем. Ему не хватало эмпатии, чтобы по-настоящему понять братьев Макдональдов и их подход к бизнесу. Вместо этого, с помощью манипуляции и уловок, он отнял у них этот бизнес, так или иначе. Возможно, в этом кроется и ключ к успеху Рэя Крока. Вместо этого, с помощью манипуляции и уловок, он отнял у них этот бизнес, чтобы создать империю и ни от кого не зависеть. Жордан Белфорд – нарцисс, желающий получать внимание женщин, а также искусный манипулятор, не испытывающий сострадания к своим жертвам, которых обманул на деньги. Мы рассмотрели три основных черты темной триады – нарциссизм, макивилизм и психопатия. Давайте пойдем дальше и обсудим, как можно обнаружить темную триаду в себе и в других, а также, почему люди с этими чертами нередко достигают успеха. Помимо разработки концепции темной триады, Паулюс и Уильямс также создали опросник, с помощью которого можно оценить, насколько сильно в человеке выражены черты нарциссизма, макивилизма и психопатии. В нем с помощью пятибальной шкалы нужно оценить верные суждения по отношению к себе и уровень согласия с той или иной идеей. Всего в опроснике 27 суждений. Маловато, но тем не менее. Среди которых, к примеру, люди считают меня лидером, следует избегать открытого конфликта с окружающими, так как они могут быть полезны в будущем, окружающие говорят, что я неуправляемый. Безусловно, опросник недостоверен на 100%. Иногда человек может иметь о себе суждений, которые не являются правдой или отвечать не до конца искренне. Вообще, хорошие психологические опросники состоят из большого количества вопросов и часто делаются под наблюдением и с помощью анализа более профессионального человека. Однако, он все равно полезен хотя бы с точки зрения саморефлексии. Если бы этот опросник проходил Густаво Фринг, то он бы точно согласился с утверждением «ты должен дождаться подходящего момента, чтобы отомстить людям». Да, такой вопрос в тесте тоже есть. Но вообще, Газ Фринг — это яркий пример человека, которому черты темной триады помогли стать успешным и влиятельным в криминальном бизнесе. Фринг проявляет стратегическое мышление и готовность использовать манипуляции, обманы, насилие для достижения целей. Он создает сложные планы и действует хитро, чтобы обеспечить контроль и власть. Так, для расширения наркобизнеса и укрепления позиций, Газ использовал Начо как инструмент манипуляций. Газ не лишен чувства собственного достоинства и уверенности в себе. Он стремится к власти, считает себя непревзойденным в бизнесе и демонстрирует свое превосходство перед другими. А ты сильно от них отличаешься? Да. Я отличаюсь. Газ Фринг практически полностью лишен чувства эмпатии и вины. Он безжалостно устраняет любые препятствия, а своему главному оппоненту Гектору он мстит с особой жестокостью. У него не стоит вопрос, можно ли использовать насилие для достижения целей. Черты темной триады помогли Газу Фрингу стать тем, кем он стал. Без способности манипулировать и предвидеть ход событий он не смог бы устранить конкурентов, например, Дона Эладио. Без охладнокровности Газа, возможно, его бы убили просто раньше. Да, нарциссизма у Фринга не так много, как маквилизма и психопатия, но он все же проявляется через стремление к контролю над другими. Однако, при всем уважении, Густаво Фринг – выдуманный персонаж. Вполне возможно, авторы сознательно закладывали в него черты темной триады и довели их до максимума, чтобы сделать его пугающим и опасным. А какие есть реальные примеры? Говард Хьюз – один из самых богатых людей 20 века. Он был инженером, предпринимателем, режиссером, продюсером и авиатором. В историю вошел как эксцентричный и патажный бизнесмен, который в конце жизни стал затворником. Трудно судить о причинах появления черт темной триады в этом человеке, но факт в том, что они так или иначе влияли на его предпринимательскую деятельность и отношения с людьми. Хьюз стал миллионером в раннем возрасте. Как же это произошло? Он унаследовал нефтедобывающий бизнес отца, Говарда Хьюза-старшего. Но не все так просто. До 21 года Хьюз-младший не мог распоряжаться собственным наследством. А на момент смерти его отца ему было 18. К тому же на горизонте появились родственники Хьюза, которые хотели продать бизнес и получить деньги. Но Хьюз нашел решение ситуации, проявив находчивость и добавив к ней щепотку манипуляций. Хьюз лично встретился с судьей, который должен был выносить решение о его дееспособности. И таким образом стал единоличным владельцем бизнеса отца. Взамен судья выдвинул условия. Обязал Хьюза закончить колледж, чего тот так и не сделал. Говард Хьюз не хотел довольствоваться успехами отца и жаждал обрести собственное. Хотел заявить миру о себе. Он ставил перед собой крайне амбициозные и труднодостижимые цели. Стать лучшим игроком в гольф, лучшим режиссером и лучшим пилотом. Когда Хьюз снимал фильм «Ангелы ада», он стремился к тому, чтобы он поражал зрителей своей масштабностью. Он сам придумывал для пилотов-каскадеров невообразимые трюки, которые те не хотели исполнять, потому что это было невозможно. На съемках погибло три пилота. Но Хьюза, кажется, больше волновало то, что за время съемок фильм успел устареть. Он принял импульсивное решение переснять его, сделать его звуковым и цветным. Чтобы фильм окупился про Катти, Хьюз манипулировал аудиторией и подогревал ее интерес, заявляя, что потратил на производство 4 миллиона долларов, хотя на самом деле потратил 2. После кино Хьюз решил заняться авиацией, но у него не было опыта в этом деле. Он пошел на риск и по поддельным документам устроился на работу в American Airlines, где записался на курсы пилотов. Обман вскрылся и Хьюз был уволен. Но это не важно, ведь он получил, что хотел. Что касается отношений с женщинами, за всю жизнь у Хьюза было огромное количество романов. Как правило, Хьюз заводил краткосрочные отношения с понравившейся женщиной. Но как только получал от нее все, что хотел, прекращал общение. Не все манипуляции Хьюза были очень искусными или хитрыми. Когда Хьюз насмерть сбил пешехода, он просто подкупил единственного свидетеля, чтобы не сесть в тюрьму. Позже Говард Хьюз снова вернулся к съемкам кино. На этот раз уже в качестве продюсера. Но он настолько был уверен в том, что только он знает, как снять фильм правильно. Что постоянно мешал режиссера. И в итоге это перевело к тому, что режиссер ушел. К концу первой половины жизни Хьюз достиг вершины своего успеха. Этому, помимо, конечно, денег, способствовали его личные цены и качества. Склонность к риску, импульсивность, определенная доля нарциссизма и манипулятивности. А также отношение к окружающим людям, как к вещам, от которых можно получить желаемое. Но, как ни странно, эти же черты привели и к его провалам. Хьюз импульсивно принимал рискованные решения и соглашался на контракты, обязательства которых не мог выполнить. Как руководитель, Хьюз требовал от своих сотрудников невозможного. Например, когда Хьюз не мог обеспечить поставками армии США и был вызван на судебное слушание, в то время как он давал показания, его подчиненные работали в три смены, чтобы подготовить самолет к испытаниям. Так Хьюз скрывал свой обман и неисполнение обязательств. Будучи владельцем киностудии, Хьюз без раздумий мог уволить лучших сотрудников. Но многие люди, зная о характере Хьюза и его методах, просто не хотели работать с ним. Но Дитриха, человек, который работал с Хьюзом 30 лет, помогая поддерживать на плаву бизнес отца, Хьюз просто уволил и больше никогда с ним не общался. Темные черты личности какое-то время помогали Говреду Хьюзу в построении карьеры и бизнеса. Но в итоге, из-за своей импульсивности и неспособности налаживать прочные отношения, Хьюз лишился и кино, и самолетов. В истории Говарда Хьюза, впрочем, как и в других историях, которые я привожу в этом выпуске и буду приводить, можно проследить определенные причины, по которым носители темной триады добиваются своих целей. И давайте поговорим о них подробнее. То, о чем я буду рассказывать далее, может звучать просто. Однако в жизни это довольно трудно распознать. Чтобы определять психотипы, понимать мотивы поведения людей, строить психологические профили и прогнозировать их действия, нужно обладать определенным набором навыков и знать, на что именно обращать внимание. А еще лучше совмещать несколько смежных направлений. Например, сочетать развитие навыков профайлинга, понимание человеческого поведения и невербалики, умение читать, интерпретировать невербальный сигнал. Одной теории в этом деле не обойтись. Важно не только знать базу, но и постоянно тренироваться и расширять знания на практике. Этот ролик может стать теоретической основой, а если вам интересно продолжить совершенствовать навыки коммуникации и психологии поведения глубже, то переходите на образовательную платформу Mental Room по ссылке в описании. И давайте продолжим говорить о темной триаде. Носители темной триады, конечно, не всегда, но довольно часто становятся успешными. Под успехом я имею в виду прежде всего карьерные достижения. Они становятся лидерами, предпринимателями, политиками или просто занимают высокие должности в той или иной сфере. Как можно объяснить этот факт? Ведь раздебные качества и черты темной триады, нарциссизм, манипулятивность и отсутствие эмпатии зачастую препятствуют построению отношений. Связь темной триады и успеха объясняется несколькими факторами. Во-первых, между обычными людьми и носителями темной триады есть разница в теле жизни, а точнее в скорости. Обычные люди, как правило, ведут медленный образ жизни, стараются инвестировать долгосрочные отношения, обзавестись семьей, сделать жизнь стабильной. Носители темной триады, в свою очередь, ведут быстрый образ жизни. Он предполагает краткосрочный взгляд на окружающий мир и принятие быстрых и порой импульсивных решений, но с оценкой на будущее. Поэтому человек, обладающий чертами темной триады, скорее примет решение создать бизнес, даже не имея опыта, и вполне возможно преуспеет, в отличие от человека, который будет долго просчитывать риски и в итоге посчитает создание бизнеса вообще плохой идеей. Носители темной триады важнее добиться цели любой ценой и как можно скорее, поэтому он предпринимает более решительные шаги отсюда и более высокая вероятность успеха. Из-за быстрого темпа жизни люди из темной триады также не обременяют себя долгосрочными отношениями. Любое взаимодействие с людьми они рассматривают как отношение обмена. Они вступят в коммуникацию только когда будут уверены в том, что получат нужный результат. Носители темной триады будут стремиться к взаимодействию с людьми, извлекая то, что необходимо им в данный момент времени, и прекращать его, как только оно становится ненужным. Не снимай это, приятель. Он один из нас. Уже нет, Рик, мы профессионалы. Вдобавок к этому, быстрая скорость жизни объясняется стремлением людей из темной триады к краткосрочным романтическим отношениям. Такие люди, как правило, предпочитают избегать долгосрочных романтических связей, потому что они предполагают наличие обязательств, которые носителями темной триады брать на себя не хочется. Это все те же отношения обмена. Человек получает внимание, признание, удовлетворяет 7-минутные потребности и уходит из отношений, не заботясь о последствиях для партнера. И последнее, Нина. Я хочу, чтобы вы делали все, что я прошу, когда мы останемся наедине в вашей квартире, и не так, как в прошлый раз. Быстрый темп жизни — это не единственная причина, по которой носители темной триады часто добиваются успеха. Исследование в области психиатрии выявило, что существует связь между креативностью и такими качествами темной триады, как нарциссизм, мекивилизм. Именно эти качества повышают уровень находчивости, настойчивости в желании достигнуть цели. А также способствуют поиску нестандартных решений проблем. Однако стоит отметить, что у носителей темной триады креативность не всегда понимается в традиционном смысле. То есть это не креативность, направленная, например, на творчество или создание чего-то нового. Скорее, это можно назвать недоброжелательной креативностью. Такие люди могут находить нестандартные способы отомстить кому-то или хитроумно лгать, чтобы заполучить то, что нужно им. Экстремальный пример этому – американский серийный убийца Тент Банди. В нем крайне ярко выражались все черты и темные триады. Он умело манипулировал своими жертвами и был чудовищенно жесток с ними. Он обладал харизмой и обаянием, любил находиться в центре внимания. При этом был находчивым и заворотливым, что какое-то время помогало ему избегать наказания. Когда он предстал перед судом в первый раз, он решил защищать себя сам. Из-за этого обстоятельства на него не надели наручники. В перерыве между судебными заседаниями Банди совершил побег, который долго и тщательно планировал. Но случай серийного убийцы очень выделяется на общем фоне. В обыденной жизни недоброжелательная креативность скорее может выражаться в различного рода интригах, лжи и нанесении вреда другим с целью получить выгоду. Тот же Рэй Крок, которого я уже упоминал, хороший пример. У него не было достаточного опыта, знаний и находчивости для того, чтобы создать такой общепит, как Макдональдс. Место, где каждое движение персонала идеально налажено для максимально быстрого обслуживания. Но зато хватило находчивости для того, чтобы превратить бизнес фастфуда в бизнес аренды земли и франчайзинга, которым он позже овладел сам. К Солу Гудману тоже можно применить понятие недоброжелательная креативность. Когда Соло лишили лицензии адвоката на год, и он не мог свести концы с концами, он постоянно искал способы заработать. Но продержаться долго на скучной, но стабильной оплачиваемой работе он не мог. Вместо этого он нашел криминальный способ раздобыть денег. Выкрасть из офиса одной компании редкую фигурку и продать ее. То есть фактически совершить кражу со взломом. И Солу хватает находчивости, чтобы заприметить ту самую редкую фигурку и вместе с подельником провернуть все незаметно. Люди с чертами темной триады не всегда направляют свою креативность и находчивость в благое русло. А точнее, то, что для них благо, для других вред. Еще одна причина успеха носителей темной триады, это то, что они могут быть склонны к риску. Риск в некоторых ситуациях может быть полезен и приводить к нужному результату. Риск может способствовать развитию личности, обучению новым навыкам и расширению горизонтов. Он побуждает к поиску новых возможностей. Так как носители темной триады могут рисковать чаще, то и шансы на приобретение новых навыков и на достижение результатов у них больше. Но сказать, что склонность к риску сама по себе в большинстве гарантирует успех, нельзя. Она может приводить как к победам, так и к поражениям. Когда носители темной триады ощущают угрозу эго, это может рассматриваться как значимый фактор для проявления неоправданного риска. При наличии угрозы эго, что часто свойственно ощущать нарциссам, люди склонны принимать рискованные решения, чтобы защитить свое положение и завоевать признание. Когда Хэнк Шреддер подумал, что Гейл Боттикер — это Хайзенберг, это сильно задело эго Уолтера. Это Гейл Боттикер. Он был эксцентричен. Реально интересный мужик. Не думал, что когда-нибудь такое скажу, но он был гением. Просто гением. Уолтер, защищая свое уязвленное самомнение, поступает крайне рискованно, намекая Хэнку, что настоящий Хайзенберг еще не пойман. Этот твой гений, возможно, еще на свободе. Положение людей с темной триадой крайне шаткое. Они ходят по острию ножа. Их склонность к риску может приводить к удачам, так как их в меньшей степени будет сковывать страх поражения, который мешает многим людям сделать решительные шаги в сторону своей цели. Рискуя, они неизбежно приобретают навыки, опыты, связи, которыми можно воспользоваться в будущем для реализации других целей. Вспомните Говарда Хьюза. Но вместе с тем риск может приводить и к нежелательным последствиям, особенно если продиктован желанием защитить свое эго. Наконец, еще одна причина, по которой носители темной триады добиваются успеха чаще, это уверенность в себе и обостренное чувство контроля. Конечно, иногда человек слишком сильно уверен в себе и в своих способностях, и это не всегда соответствует действительности. Но само это чувство может стать внутренним двигателем и толкать вперед. Выраженная ориентация на результат у носителей темной триады стимулирует их самостоятельно преодолевать препятствия и полностью погружаться в процесс решения проблем. Это, в свою очередь, развивает широкий набор навыков, которые могут быть полезны в том числе и в предпринимательской деятельности. Итак, быстрый образ жизни, креативность и находчивость, склонность к риску и уверенность в себе, именно эти качества часто встречаются у носителей темной триады и помогают добиваться успеха в широком смысле этого слова. Это не стопроцентная грантия и не панацея, но нередко именно комбинация этих факторов приводит людей из темной триады к желаемым результатам. Но давайте все же не будем демонизировать темную триаду и думать, что она встречается только среди жестоких, эксцентричных, безжалостных людей или преступников. Носителями этих качеств может быть обычный человек, например, коллега по работе или родственник. Как и у любого явления с точки зрения коммуникации, у темной триады есть как плюсы, так и минусы. Темная триада дает своим обладателям возможность чувствовать уверенность в себе и двигаться к намеченным целям. Это делает человека амбициозным и целеустремленным. Манипулятивность также может быть полезна, ведь иногда умение манипулировать так легенько помогает выглядеть в глазах собеседника убедительно. А еще она дает возможность лучше понимать мотивы и причины поступков людей, сами знания об манипуляциях. С другой стороны, носители черт темной триады часто испытывают трудности в установлении и поддержании здоровых отношений из-за своего эгоцентризма, манипулятивности и недостатка эмпатии. Это может приводить к ощущению изоляции и одиночества, а чаще конфликта. Таким образом, можно сделать вывод, что существует влияние темной триада личности на карьерный рост. Исходя из вышесказанного, положительное влияние на продвижение оказывают макивилизм и нарциссизм. А психопатия демонстрирует наиболее негативные результаты из всех трех элементов триада. В любом случае, не стоит забывать об опасных последствиях всех трех черт, таких как обман, шантаж, коррупция, недоброжелательность. Ведь не просто так триада называется темной. Несмотря на видимые на поверхности преимущества, она дает в себе опасности как для ее обладателя, так чаще для окружающих. Носитель черт темной триады может добиться значительного карьерного успеха, но все равно испытывать неудовлетворенность жизнью из-за недостатка прочных эмоциональных связей. Но все же есть альтернатива темной триады, которую я хочу упомянуть. В начале этого выпуска я упомянул Стива Джобса, Джордана Белфорта и Рея Крока как пример успешных людей, обладателей темной триады. Но ведь далеко не все успешные люди добивались своих целей через проявление темных качеств. Сергей Галецкий – российский предприниматель, который не только создал одну из крупнейших сетей супермаркетов «Магнит», но и сделал значительный вклад в развитие Краснодара. Он известен своими благотворительными и общественными инициативами, которые направлены на поддержку образования и спорта. Галецкий часто выступает за прозрачность, честность и открытость бизнеса. Конечно, и он не идеален, но в его модели поведения на первый план выходит социальная ответственность и проявление позитивных ценностей. Справедливости ради стоит отметить, что все же существуют исследования, которые показывают, что темная триада и успех не связаны так тесно. Да, связь, безусловно, есть, но она не работает всегда. Носители темной триады часто не могут построить долгосрочные отношения, которые важны как в предпринимательской деятельности, так и в других сферах. Проявление черт темной триады – это не гарантия успеха. Если говорить прямо, то гарантии достижения результата нет практически ни в какой сфере деятельности. Миф, как и люди в нем, бывает непредсказуемыми, и мы никогда не знаем, что приведет нас к успеху, а что к поражению. Поэтому вполне разумно в достижении цели опираться на более предсказуемые факторы, такие как сознательность и ответственность. А в общении с людьми стремиться налаживать партнерские отношения, так как они надежнее, чем конфликтность и враждебность. Это статистика. Противовес теории темной триады есть альтернатива, которая дает шанс на достижение успеха в широком смысле этого слова через проявление светлых сторон личности. После того, как ученые установили концепт темной триады, американский когнитивист Скотт Барри Кауфман разработал концепт светлой триады. А сделал он это для того, чтобы восстановить баланс и призвать общественность изучать не только темные, но и светлые проявления личности. Светлая триада — это набор характеристик, которые обычно связаны с позитивными аспектами. Логично. Это доброжелательность, сознательность, ответственность, целеустремленность и экстраверсия. Как и у темной триады, у светлых есть три основных качества. Это вера в человечество, вера в то, что по большей части люди добрые, а не злые. Кантеанство, отношение к людям как к целям, а не как к средствам достижения цели. Гуманизм, вера в ценность всех людей. Каждая из указанных характеристик подчеркивает определенные аспекты общения с другими людьми. Они отражают способность видеть в каждом человеке преимущества, готовность прощать, радость за успехи других и чувство дискомфорта в случае необходимости манипулировать людьми для достижения собственных целей. Светлая триада это некий конструкт, который построен как противопоставление темной триады. Между двумя триадами есть важное отличие. Темная триада состоит из субклинических проявлений, психологических расстройств. Они уже могут быть заложены в человеке генетически или же развиться под воздействием социума. Качество же светлой триады это аспекты и грани личности, которые человек может выбрать и выработать в себе, изменив свой взгляд на мир и отношения с людьми. Преимущество светлой триады по сравнению с темной в том, что в отличие от качества темной триады, светлые качества можно в себе развить осознанно и обрести равновесие между достижением целей и построением долгосрочных и крепких отношений с людьми. Кауфман, конечно, не призывает к тому, чтобы проявлять исключительно светлые качества и быть кем-то вроде святого. В любом человеке заложена двойственность. У каждого из нас есть черты и темной, и светлой триады. Вопрос в том, что преобладает. Полезно признать себе наличие темных черт и оптимально использовать их в мирных целях, не притворяясь, что у вас их нет. Ровно как и полезно стараться делать осознанный выбор и развивать себе лучшие качества. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в другах и быть на шаг впереди. Пишите в комментариях, на какой выпуск сделать разбор или какую тему раскрыть в следующем видео. До новых встреч!